Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт и сегодня я покажу, как я готовлю на зиму закуску по мотивам грузинского аджапсандали. В составе закуски баклажаны, сладкий острый перец, лук и помидоры. С нее добавляются грузинские специи, которые в принципе можно купить не только на рынках, но и в обычных супермаркетах. Какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. Баклажаны для закуски нарезаю кружочками толщиной примерно 7 мм. Общий вес баклажанов 1 кг. Складываю в миску, посыпаю 1 чайной ложкой соли и перемешиваю руками. Отставляю в сторону, пусть постоят, чтобы из них ушла вероятная горечь и чтобы они потом впитывали меньше масла. Тем временем нарезаю крупной соломкой сладкий перец. Перца всего 400 г. Большой я разрезаю пополам, а не крупный можно вообще нарезать кольцами. Для закуски лучше взять перцы разного цвета, для яркости. Острый перчик нарезаю колечками. У меня он слабо острый, поэтому я взяла 2 и даже не очищаю от семечек. 700 г помидоров пока просто нарезаю произвольными кусочками. По небольшому пучку кинзы и базилика мелко рублю ножом. У меня базилик зеленый, но в идеале лучше взять фиолетовый. Если не любите кинзу, замените петрушкой. Не совсем то, конечно, но это на ваш вкус. Лук нарезаю полукольцами, довольно толстыми. Вес лука 250 г. Помидоры измельчаю в блендере до состояния пюре. Можно пропустить через мясорубку или натереть на терке. Баклажаны промываю от соли и отбрасываю на сито, чтобы с них стекла вода и они подсохли. Все овощи нужно обжарить на сковороде по отдельности, поэтому наливаю немного масла и нагреваю. Чтобы ускорить процесс обжаривания, жарю на двух сковородах одновременно. Баклажаны выкладываю в один слой. Так как аджаб сандали готовится из запеченных на огне овощей, то вот такая обжарка в домашних условиях будет имитировать запекание на огне. Масло периодически подливаю. Оно нужно только для жарки. Обжаренные овощи сразу складываю в кастрюлю. Точно так же порциями обжариваю болгарский перец, лук и даже острый перчик тоже немного поджарю. Субтитры сделал DimaTorzok В кастрюлю с овощами добавляю рубленную зелень, пропущенную через пресс небольшую головку чеснока, вливаю томатное пюре, кладу сначала 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку хмели-сунели и пол чайной ложки уцхо-сунели. Сразу наливаю 3 столовые ложки 9% уксуса. Перемешиваю И тушу на среднем огне под крышкой 15 минут. Периодически помешиваю. В конце пробую и довожу до вкуса. Потребовалось добавить еще немного соли и мне показалось, что нужно немного сахара, поэтому я добавила пол чайной ложки сахара. Вы смотрите по своему вкусу. Готовые аджаб-сандали раскладываю по простерилизованным банкам и закатываю крышками. Банки я стерилизую в духовке, а крышки кипячу. Закатанные баночки переворачиваю вверх дном и остужаю в таком положении. У меня получилось 1,5 литра аджаб-сандали, которые я закатала на зиму и еще примерно 200 граммов на попробовать. Что я и сделала. Ярко, вкусно, овощи мягкие, но не в кашу. А более подробно с пошаговыми фото вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на Ютуб, на Рутуб и в Телеграм. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео. Подписывайтесь на удобный для вас формат и не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!